Велосипедные дорожки и новый парк отдыха должны появиться в Наринмаре в скором времени. Столица региона присоединяется к приоритетному федеральному проекту «Комфортная городская среда». Первый этап работ будет реализован этим летом. Под благоустройство попали три общественные зоны и одна дворовая территория, которую выбрали сами жители города. Начиная с февраля, горожане и общественные организации участвовали в собраниях и сами выбирали, какие территории необходимо благоустроить в этом году. В итоге выбрали одну дворовую территорию по адресу улица 60 Лет Октября, 48 Б и Г и три общественные зоны. Самая обширная из них – парк на улице Рыбников. В рамках первого этапа реализации приоритетного проекта на эту зону предусмотрено более 18 миллионов рублей. Будет увеличена, добавлена велосипедная дорожка, увеличена сама площадь этой зоны, обнесенная забором, там будет перенесен забор, сделает, скажем так, и качественно, и в плане пропускной способности, скажем так, граждан. То есть количество людей, которые могут там одновременно находиться, повысит качественно этот объект. Вторая общественная территория – парк «Юбилейный» в районе лесозавода. До октября там планируется установить памятник работникам Стелла Полари и благоустроить территорию. В следующем году будет проложена новая мостовая между лесозаводом и новым посёлком. На выполнение этих работ в 2017 году выделено более 4 миллионов рублей. Третья общественная зона располагается в старом аэропорту. На пересечении улиц Аэродронная и Российская будет установлена игровая площадка. В связи с мнениями и пожеланиями граждан, непосредственно проживающих в районе старого аэропорта, были дополнены некоторые элементы. Например, было такое пожелание, что нужна веранда. Возможно, дождь какой-то небольшой или ветер. Поэтому, конечно, у людей должна быть возможность где-то укрыться от непогоды на непродолжительный период времени. Поэтому, по желанию граждан, добавил наш проектировщик туда веранду. Заказчику всех работ, муниципальному предприятию, управлению городского хозяйства, сдать объекты необходимо до конца теплого сезона. Такие сроки предусмотрены в первом этапе проекта. В принципе, по всем этим объектам мы успеваем. То есть, это разумный срок установлен, он корректен для реализации этих проектов. И при наличии, так как мы все понимаем, что это 44-й федеральный закон, стандартная процедура, конкурентная, если при наличии добросовестного подрядчика мы все успеем. В течение лета заказчик будет осуществлять строительный надзор. Также в качестве контролеров выступят сами жители и члены общественной комиссии. К примеру, они могут сообщить о нарушениях в сроках строительства и несоответствии выполняемых работ дизайн-проекту. Сотрудники администрации напоминают, участие граждан в благоустройстве – одно из обязательных условий федерального финансирования. Элементарная уборка мусора, посадка зеленых насаждений, покраска заборов. То есть тот труд, который могут выполнить практически любой человек, включая детей. Поэтому мы надеемся, что именно старшее поколение подаст пример младшему, и те же самые ребятишки, подростки уже будут более сознательно относиться к имуществу, труд, в который они уже вложили. Напомним, приоритетный проект разработан Минстроем России по поручению президента Владимира Путина и рассчитан до 2022 года.